Бокер Тов, доброе утро дорогие друзья! Мы начинаем с вами наш второй урок в понедельной главе Торы на СО Всевышний говорит, что мы мы убрали из стана всякого прокаженного всякого, чья плоть истекает слизью человек, который осквернился трудной нечистотой они не могли находиться в стане но у нас есть три стана самый святой это стан Шхены это наш храм вокруг храма располагается стан левитов и вокруг стан левитов располагается весь народ весь Израиль теперь так если человек похоронил кого-то или находился в доме, где кто-то умер он становится нечистым на семь дней вины его в этом нет он не имеет права находиться эти семь дней пока не очистится в храме Шхены в храме в стане Шхены может жить в стане Израиль, в стане левитов нет в этом никаких проблем если человек страдает другой нечистотой зав, зава из течения, из организма идет какая-то слизь выделяется то он не может находиться не только в стане Шхены но и в стане левитов не может находиться в стане Израиль может к этой категории относится и роженица и не да женщина, которая в это время идут женские дела все и есть еще у нас люди, которые поражены проказой то есть мы с вами читали главы Тазриа, Мицара где на теле есть какие-то пятна тело покрывается какими-то белыми пятнами и бывают они какие-то с желтыми волосами допустим на подбородке бывают они с белыми волосами вот эти пятна сопровождаются бывает разного оттенка что-то не так красноватое в общем это определяет все коинку он для этого учится 30 лет чтобы это определить это не просто так значит если человека признают прокаженным он не может находиться во всех трех станах ни в стане Шхины ни в стане Левитов ни в стане Израиль он живет вдвое прокаженных в Нестана находится специальное место где он живет до того времени пока он не исцелится мы построили храм и не было необходимости у нас сначала выполнять эту миссу потому что Всевышний нас очистил ангелы пришли и сняли с нас все виды нечистоты полностью нас исцелили поэтому вначале не было но когда мы построили храм Всевышний все это нам дал все эти законы и мы уже должны были придерживаться всех законов о нечистоте на этом наш сегодняшний урок заканчивается урок был дал за понятие души Дяков Бен Нахум Владир Бен Григорий Павел Бен Ефим Хай Малко Бат-Йосев Мил Раббат Аврагам Роза Бат-Михаэль Павити Ури Бен Харитон Мендель Бен Мендель Заздоровья Светлана Бат-Клара Шимон Бен Исхак Борис Бен Мария Анна Бат-Ривка Полина Берк Бен Соня Сура Лена Бат-Клара Женя Бат-Ида Анна Бат-Елена Евгений Бен Софья Буэра Бат-Мириам Моисей Бен Ева Ирина Бат-Двояра Йосиф Бен Раиса Инесса Бат-Маэль Евгений Бен Берта Евгений Бат-Ида Фира Бат-Ана Геннадий Бен Елена Замазал Паранца Сгула Ирина Бат-Ури Арон Бен Ури Заршедух Арон Илья Бен Двояра Днис Бен Ахум Авигаль Бат-Сара Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки И всем всего самого лучшего До следующих встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok